Друзья, давайте рассмотрим сегодня сигналы регулировщика. Они будут касаться только водителей автомобилей, поскольку для трамваев значения жестов несколько отличаются и мы их рассмотрим в отдельном видео. Итак, здесь главное понять, что любой жест регулировщика соответствует какому-либо сигналу светофора. Для начала обратим внимание на запрещающий сигнал. Если регулировщик стоит к нам спиной, независимо от положения рук, это всегда красный сигнал светофора. То же самое касается положения, когда регулировщик развернут к нам грудью, а его руки вытянуты по швам или разведены в стороны. Обычно эти положения запоминают по фразе «грудь-спина, всегда стена». Также запрещающим сигналом будет положение, при котором регулировщик развернут к нам правым боком, а его правая рука вытянута вперед. Этот жест напоминает швакбаум, который преграждает нам путь. Поскольку любой из перечисленных жестов соответствует красному сигналу светофора, мы не можем продолжать движение и должны остановиться перед стоп-линией. Теперь перейдем к желтому сигналу светофора. Ему соответствует только один жест регулировщика, когда его рука направлена вверх. При этом не играет роль, какой стороной регулировщик там развернут. Как и желтый сигнал светофора, такой жест подается для привлечения внимания. Он означает, что сейчас направление движения будет изменено. Для большей надежности регулировщик дополняет этот жест сигналом-свистком. Если мы уже выехали на перекресток или не можем остановиться, не применяя экстренное торможение, то обязаны завершить начатый маневр. В противном случае нам следует остановиться перед стоп-линией и дождаться следующего сигнала регулировщика. Наконец, давайте рассмотрим жесты, которые разрешают нам движение. Если регулировщик развернут нам левым боком, а его правая рука вытянута вперед, то это полноценный зеленый сигнал светофора и мы можем двигаться в любом направлении. При этом не забывайте учитывать разметку и свое положение на проезжей части. Ведь может получиться так, что регулировщик разрешает нам движение, но положение на проезжей части не позволяет нам двигаться в каком-либо направлении. Зеленому сигналу светофора также соответствует положение, при котором регулировщик стоит к нам боком, а его руки опущены или разведены в стороны. В этом случае можно двигаться прямо или направо. Разумеется, повернуть направо мы можем только, если находимся в крайнем правом положении. Разрешающим движением сигналом является также позиция регулировщика, когда он развернут к нам грудью, а его правая рука вытянута вперед. Но двигаться в данной ситуации мы можем только направо. По сути это аналог светофора с дополнительной секцией, которая горит зеленым и разрешает поворот направо. Вот и все, что касается сигналов регулировщика. Если сложно запомнить направление движения, то воспользуйтесь простым правилом. Автомобилистам движение разрешено из рукава в рукав и правее. В дальнейшем мы разберем сигналы регулировщика для трамваев и пешеходов. Поэтому подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а на сегодня все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok